Повестка дня на 2030 год Почему? Потому что молодежь уже вовсю увлечена в этот процесс. Например, французская молодежь активно действует и уже мобилизована во много благодаря ассоциациям. На сегодняшний день каждый пятый молодой человек во Франции является членом и участвует в жизни какой-нибудь ассоциации, не обязательно экологической, но приверженной общим интересам и заинтересованной в сотрудничестве. Несмотря на это недостаточное представительство экологических НПО, около 30% молодых людей имеют четкое представление об устойчивом развитии в сфере экологии. И в том числе этот термин знают более половины. Почему же только часть воспринимает целеустойчивое развитие как инструмент, как средство для действий? Почему бы нет? Мы можем пересмотреть актуальность существующих средств передачи информации, доступа к информации, с кем мы общаемся, как мы об этом говорим. Должны ли мы обновить этот язык, чтобы достучаться до сердца сегодняшней молодежи? Молодежь стремится взять цели устойчивого развития в свои руки. Для этого у нее должен быть доступ к ним, она должна понять их, с ней нужно их обсуждать. И что это означает для цели устойчивого развития? Чего она ожидает от целей? Прежде всего, сквозного понимания глобальных и современных вызовов в целом. Но каким образом? Путем мобилизации всех участников гражданского общества, государственных субъектов, местных, глобальных участников и совместного движения по пути к достижению целей международной дорожной карты. Мы это понимаем, поэтому для нас главная задача цели устойчивого развития заключается в том, чтобы конкретизировать их. Несмотря на то, что молодежь еще недостаточно осознала свою роль в выполнении цели устойчивого развития, молодежь уже включается в действие. Иногда проекты и инициативы не строго соответствуют целям устойчивого развития, потому что они не были заявлены как таковые. Но, тем не менее, они уже стремятся к тем же целям, иногда к единичным, иногда сразу ко многим, связывая их вместе. И это и есть образование для молодежи и глобальное потепление, темы, о которых мы говорим все больше и больше. И для нас это возможность посмотреть на вещи системно. Если у вас есть доступ к информации, вы можете действовать эффективно, вы мобилизуетесь, и вы всегда пытаетесь перейти от сознания к мобилизации. Поэтому мы берем данную информацию, сами обрабатываем, наращиваем потенциал, чтобы иметь возможность передавать информацию другим молодым людям, а также заставить их действовать. Что это означает конкретно? Это означает, что схема обучения преподавателям, обучающихся, недостаточно, что эти роли должны меняться местами и взаимодействовать. Примером ассоциации «Клаймат» является пример проекта «Коп ин Массити». Он направлен на организацию игровых ситуаций международных переговоров по вопросам климата. Довольно недоступна для большинства тема, делая ее более доступной. Как? Разумеется, путем распространения информации и ее популяризации. Что это такое, как проходит участие в них, как переговоры по климату охватывают все цели устойчивого развития. Также проводятся и совместные интерактивные мероприятия, ролевые игры. Это метод, с помощью которого можно выносить на обсуждение, участвовать в дискуссии по таким сложным темам. Кроме того, существует третий этап мобилизации, который связан с моментами, когда участники перестают быть просто учениками или учителями, а становятся акторами перемен. Эта мобилизация осуществляется на местном уровне. Таким образом, в рамках одного проекта мы перешли от переговоров по глобальному климату к местным. Что мы можем делать в наших реалиях, каким образом кого подключить. Мы также перешли от международной дипломатии к местной государственной политике. Все мы ведь участвуем в жизни города, что способствует нашему развитию как молодого человека, как члена общества. Что означает это обязательство? Что мы делаем в рамках этого обязательства, будучи младыми людьми? Мы движемся к индивидуальному подходу. Экологический переход, безусловно, происходит на глобальном и региональном уровнях, а также и на индивидуальном уровне. Мы меняем свой образ жизни и мы привлекаем наше окружение к изменению своего образа жизни с нами, посредством оживления общественных дискуссий. Существуют политические дискуссии, дискуссии о субъектах гражданского общества. Есть обсуждение молодежи со всеми близкими им людьми, с семьями. Что они могут изменить в небольшом масштабе и как мы связываем эти изменения с глобальным масштабом. Нужен способ объединить человека и коллектив. Этим способом могут стать, возможно, целеустойчивого развития. Для молодежи целеустойчивого развития могут дать три основные преимущества. Первое преимущество – это отношение к ним как к дорожной карте. Как целеустойчивого развития позволяет создавать инфраструктуру, позволяющую нам оценивать, каталогизировать и связывать наши инициативы друг с другом? Отвечает ли этот проект целеустойчивого развития 4 у молодежи? Соответствует ли он цели 13 по борьбе с изменением климата? Возможно, он отвечает обеим этим целям. А может быть, часто и другим. И это будет видно именно по данной дорожной карте. Это первое преимущество. Второе – потенциальная выгода. Цель устойчивого развития как инструмент защиты интересов. Почему? Впервые, помимо желаний достичь общих целей всеми государствами, на уровне ООН мы сосредоточили цели на устойчивости этих инициатив, которые мы будем продвигать вместе. Как молодежь может влиться в этот процесс, чтобы ускорить его? Третье преимущество – это следующий такой момент, который называется легитимация. Благодаря целям устойчивого развития, молодые люди могут стать более легитимным актором в глазах других акторов общества, государственных и негосударственных. Это проблема, с которой очень часто сталкиваются молодые люди здесь и в других местах. Как выглядят более авторитетными в плане политических и социальных инициатив. Фактически мы поставили перед собой эту задачу. Мы стараемся обновить способы вовлечения, способы создания партнерств, потому что часто мы сталкиваемся с отсутствием внимания к молодежи как к полноправному члену общества, инициативу молодежи. Например, если мы посмотрим на рамки цели устойчивого развития, для молодежи нет отдельной цели устойчивого развития. Что это означает? Является ли молодежь полноправным актором, который должен участвовать во всех инициативах или нет? Если да, то в каком объеме? Каким образом можно прислушиваться к идеям молодежи и как это отразится на наших инициативах? Фактически молодежь уже владеет знаниями и методами реализации цели устойчивого развития, даже не обязательно обозначая свои инициативы как проекты цели устойчивого развития. Эти проекты достаточно неформальны, поскольку исходят снизу. Но почему? Поскольку они формируются в ответ на недостаток информации, потому что сегодня мы еще не говорим или мало говорим об устойчивом развитии, глобальном потеплении, биоразнообразии в наших школах, на улицах, на политических дебатах. Мы заработали эти инструменты, способы перехода от анализации к мобилизации, но нас не всегда слышат. Эти инструменты еще не всегда признаются общественностью. Поэтому нам нужно изменить восприятие молодежи, возможно, действуя через саму молодежь, как она себя рассматривает, как она ищет эти инициативы, и как мы включаемся в процесс принятия решений. Ключом к молодежи является доступ к столу переговоров, процесс принятия решений, возможность быть услышанными. Мы знаем, что хотим сказать все вместе. Сомнений нет, поскольку цель у нас одна. Мы родились, наше поколение, в более-менее политически стабильной ситуации, где уже установились потенциально общие цели или проблемы глобального мира. Мы уже играем определенную роль в этом процессе. Мы связаны с переговорами по климату, есть наблюдатели, объединенные в молодежные группы. Мы присутствуем, мы выражаем свое мнение, в том числе на местном уровне. Как включить молодежь в процесс принятия решений, оценивая, переоценивая приверженность молодежи, меняя наше восприятие молодежи, легитимизируя ее влияние, делая ее заслуживающее доверие и способной обсуждать, создавать, внедрять инновации. Эти изменения в восприятии, это включение, должны привести нас к согласованной структуре, охватывающей все цели устойчивого развития всех ее участников. Для молодежи цели устойчивого развития очевидны. Это то, с чем человек рождается. Даже если этого еще не существовало, она станет тем самым участником, который достигнет всех этих целей. Это очевидно, и поэтому повестка дня на 2030 год должна быть предназначена для молодежи, а также создаваться молодежь. Редактор субтитров А.Семкин